с них начнем или нет вопросов в принципе в общем-то картина интересует это как это все просчитывать правильно там как это вот работа именно как бы с клиентом понял то есть саму структуру доставки я как это происходит это я все прекрасно понимаю ну это хорошо у нас есть похожие сайты в украине на сайте приведены американские вот эти сайты все он же человек на сайта заходит на apple допустим нашел там допустим тот же iphone за 500 допустим или там сколько там 750 доллар да я тебе главный принцип этого бизнеса почему эти компании мы не одни конкуренция большая почему мы существуем потому что производители и продавцы товаров американских не хотят отправлять другие страны вот вы на этом бизнес существует понимаешь поэтому есть такие компании посредники а те кто хотят отправлять в другие страны они отправляют дорогим дорогой почты допустим фидексом ты фидекс если отправишь там iphone фидексом это тебе будет стоить 100 долларов понимаешь а если отправишь iphone через да если отправишь iphone через нас это будет стоить 15 долларов вот и все вот на этом и существует этот бизнес две вещи первое Те магазины, которые, еще раз хочу повторить, те магазины, которые не хотят отправлять, а их 80%, они вообще не отправляют никакой почты. Значит, мы тут как тут, мы и поможем, пожалуйста, на Америку-то они отправят, а мы уже отправим в Украину. И те, которые хотят отправлять, они отправляют, как правило, дорогой почтой, без каких-либо гарантий. Понимаешь, потом завтра даже, допустим, они отправили Фидексом. Ну, окей, бывает и Фидекса потерялись, да, например, такое-такое тоже может быть. Значит, разбираться это сложно, с большим магазином разбираться сложно. А когда это отправили мы нашими ресурсами, нам всегда здесь проще разобраться на месте в Америке. И со страховкой легче решить, потому что выплатить страховка на нашу американскую компанию, мы уже отдадим клиенту эти деньги. Поэтому всегда проще, когда есть какой-то представитель, чем будешь разбираться, отправить тебе, допустим, Best Buy в Украину. Ну, я не знаю, кстати, Best Buy отправляет, не отправляет. По-моему, не отправляет. Посмотри, там пишется, что до 1000 долларов налогом как бы пошлину не платишь, да? Не так, не так. Значит, видишь, вопросов нет. Много у тебя вопросов. Вопросы... В Украине намного сложнее, чем в России. 1000 евро – это в России предел. А в Украине 150 евро всего. То есть, здесь обходится это так. Либо... То есть, здесь есть два варианта, как это обойти. Значит, либо люди оценивают, просто везут товар, например, на 1000 евро, да? А пишут, что он стоит 150 евро. Иногда это проходит, иногда это не проходит. То есть, с телефонами это не проходит однозначно. Как ты давал просто страховка, если ты указал 150 евро, а там на 1000? К сожалению, тогда страховка тебе выплатит только 150 евро. То есть, это способ плохой. Так делают, так делают, я тебе говорю. Но это плохой способ. Я его не рекомендую. Второй способ. Есть компании-посредники, которые решают вопрос с таможней. Я не знаю, как они работают. Взятки они платят. Либо это какие-то дочерние предприятия в украинской таможне. Не знаю, по какому принципу они работают. Но эти компании существуют. И они берут, как правило, 10% и они все это растамаживают. То есть, они эти вопросы решают. Ни разу не было случаев, чтобы задержали. Вот мы много раз отправляли в Украину. Вот как раз в таком случае, когда товар стоит дороже. Ну, а так вообще, если пошлина какая берется, если свыше... Ну, дороже, чем 10% явно. Ну, там зависит от товара. Вот это я не знаю. Вот ответ на вот этот вопрос я тебе не дам. Потому что, если тебе нужно платить целиком пошлину, тогда это вообще не выгодно. Поэтому нет смысла туда углубляться. Если хочешь целиком пошлину платить, это просто не выгодно будет. Это будет не выгодно. Хорошо. А теперь вот это... Платят этим компаниям. Все платят этим компаниям. Эти компании как-то это разруливают. Я не знаю, по какому принципу. У меня... Я не хочу об этом думать. Это не наша работа. То есть, наша работа отправить товар. Вот. Есть компания, значит, такая. Она... Я дам их контакты. Они это все сделают. Слышь, смотри. Это же как? Ну, каждая посылка же отправляется... Ну, каждый клиент отправляется отдельной посылкой. Правильно? Каждый клиент отправляется отдельной посылкой. То есть, это не так, что там 5-6 клиентов в один ящик упаковалось, допустим, и уехал. А потом здесь уже разбирать его... Ну, то есть, нет. Бывает и так. Бывает, что если это недорогие товары какие-то, бывает выгоднее упаковаться в один ящик и тебе разобрать и разослать уже по Украине. Это надо считать. Я не сторонник этого. Это называется консолидация грузов. Я не сторонник этого. Потому что потом начинается. Понимаешь? Замутаться можно что-то... Да, и это не тому отправили и так далее. У меня был такой случай печальный. Я всегда честно признаюсь, что бывало. Правда, это в России было, когда так же консолидировали. Отправили в итоге один товар одному человеку, в другом другому человеку. Ну, наш упаковщик, у нас там парень как раз упаковщиком работал. Не так разобрал, то ли ему неправильно объяснили. Ну, хорошо, что люди, конечно, нормальные. Все клиенты, они потом там уже в России друг к другу товары перекинули и разобрались. Ну, все равно, как бы, это время, нервы и так далее. Поэтому я сторонник отправлять каждому индивидуально. Я понял. Такой еще вопрос. Вот это на сайте, на вашем, где вот эту франшизу предлагают, там список магазинов. Это весь список магазинов? Нет, конечно. Это весь список магазинов невозможно поместить. Никакого сайта не хватит. Это просто приблизительно магазины, ну, в которых... Основные? Ну, даже не основные, но известные. Их миллион. Их миллион, понимаешь? Мы потом по основным магазинам пройдемся. Ну, вот, например, Century 21. Я его очень люблю, этот магазин. Это магазин, где брендовые вещи продаются с большими скидками. До 65%. Стоковые, как бы, замах. Стоковые, то есть, ты можешь купить Dolce & Gabbana без проблем, ты можешь купить Armani. То есть, это такие бренды, которые... Да, не все, там, Louis Vuitton, допустим, там нету, там, Chanel'е там нету, но многие бренды, которые... Это high class, да, то есть, это очень дорогие бренды, там, Armani, Dolce & Gabbana и так далее. Ты можешь это приобрести. Я тебе могу даже сказать, вот, какие там, допустим, бренды есть. Ну, Стелла Маккартни, это известная очень дизайнерша, которая дочка Пола Маккартни. Это UGG или Ugi, знаешь, это у вас австралийская обувь, да? Вот. Это Mark Jacobs. Вот. Это Chloe. Это, ну, такие бренды, которые... Ну, это просто женщинам. Сейчас женщины услышали наш разговор, они бы сказали, о, класс, хочу это, это, это. То есть, это, конечно, такие вещи, ну, брендовые очень. Ну, много, много, много известных марок, в том числе, и европейских дизайнеров, не только американских. Кельвин Кляйн, без проблем. Кляйн, конечно. Да, известный. Да, известный. Там Дона Карон, то есть, известная женская, ну, и для мужчин делает, ну, женщина сама дизайнер. Поэтому это всё есть на этих сайтах, и на 65% дешевле, чем пойдёшь в магазин Dolce & Gabbana купишь. Конечно, это не будет ни новая коллекция. Понятно, что это будет коллекция старая, но это... Да, но для Украины это будет, для Украины это будет новая коллекция. Ну, да. Поэтому, ну, так вот. Я понял, что... Есть специализированные магазины детских товаров, есть специализированные магазины, там, не знаю, зубная паста, допустим, вот эта популярная, отбеливающая. Да, крест называется, да, отбеливающая, не знаю, появилась она у вас в магазинах или ещё нет? Наверное, нет. Я не знаю, но в магазинах много всяких. Ну, её тяжело было купить напрямую в магазинах, и я знаю, что её возили все в основном. Понятно, что там жизнь меняется. Допустим, вот у меня есть человек, который заказывает... Есть такой магазин BH, значит, еврейский в Нью-Йорке, и он тоже у нас на сайте есть. Он заказывает различную сложную технику. Ну, это, там, уникальные фотоаппараты, там, подсветка для съёмок, да. То есть, такие вещи, на которые люди не жалеют. То есть, это профессионалы, фотографы, они знают, что им это надо. Вот им надо этот прибор за три тысячи долларов, он его купит, понимаешь? Вот. Дроны сейчас везут активно, сейчас модная эта тема, знаешь, дроны вот эти летают. Ну, для наших средств, вот для среднестатистического украинца это дорого, конечно. Понятно. Да, но бывает, что один клиент, понимаешь, купит один дрон, и ты заработаешь столько, сколько ты будешь продавать там 20 кроссов. Конечно. 20 кроссов. Да. Поэтому надо предлагать всё. У нас супермаркет, то есть, у нас не только пришёл, только хлеб купил. У нас есть и колбаса, и сахар, и масло, всё можно купить. Ну, я просто так ультрирую. Знаешь такой китайский Алиэкспресс? Да, да, конечно. Ну, вот это же наподобие, конечно. Да, это наподобие, но не всем наподобие. Всё-таки Алиэкспресс концентрируется большинство на китайских товарах, китайского производства. Да, я имею в виду, система, как бы, структура. У них тоже, как бы, много продавцов разных, да, как бы, гипермаркет такой получается. Ну, это, в Америке это Амазон, в Америке это Амазон, там тоже много продавцов. Но у нас, плюс нашей компании, что мы занимаемся основно американскими товарами. Вот. И американскими товарами, хорошими брендами, не подделками. Я тебе скажу, что, например, с Китая везут очень много подделок тех же, даже они продают. Это абсолютно стопроцентный факт. Наш клиент, которому мы возим постоянно, пошёл в Китай на какой-то сайт, не знаю на какой. И там написано, что это, типа, товары, сайт Китая, но товары только из Японии. И заказал какую-то сумку, по-моему, Шанель. Заплатил за неё дешевле, чем в Шанель-магазине, на тысячу долларов. Ну, типа, это оригинал. Оказалось, пришла подделка. А, говорит, десять тысяч положительных отзывов было написано. Представляешь, на сайте десять тысяч положительных отзывов. И он попал на две тысячи долларов, купил подделку, понимаешь? То есть, лучше уж тогда надо было купить, может быть, со скидкой Шанель, но через нас. Но зато это был бы оригинал. Вот и всё. Ну да, но Китая сейчас полно, конечно, заполонили рынок. Ну, и айфоны они делают, продают айфоны, а внутри андроид, понимаешь? Ну, поэтому я бы с Китаем не стал связываться вообще. Много очень будет проблем. Просто очень много. И с Китаем ты потом ничего не дождёшься. Ни страховки, ни гарантий, ничего, понимаешь? То, что для меня надо было, то я заказывал у них на Алиэкспрессе такой карабинчик. Ну, что-то маленькое, да. Маленькое, да. Но если говорим о что-то серьёзном, понимаешь? Это будет страна без правовой формы, такая же, как Украина и Россия. Там потом законов не добьёшься никаких. Здесь можно и в суд подать, и всё можно разобраться. Окей, на сегодня закончим. Я там уже 12 минут отговорил. Давай завтра можем ещё сделать. Хорошо? По воскресеньям. Давай в понедельник тогда. Хорошо? В понедельник. Можем и завтра. Я только завтра. Ты свободен. Давай напиши мне утром. Напиши мне утром и решим. Хорошо? Хорошо. То есть где-то в полдесятого, в десять я тебе даю. Договорились. Всё. Давай, пока. Всё. Хорошо. Счастливо тогда. До связи. Пока.